Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о создании фотореалистичных изображений, а также видеосюжетов с помощью системы T-FlexCAD 17. Объектом нашим будет вот такой топор. Процесс создания этой модели мы рассмотрели в прошлых видео, ссылки на которые находятся под данным видеосюжетом. Там же находятся и ссылки на готовые модели и проекты. В конечном итоге мы попробуем получить изображение подобное следующим. Ну и видео с облётом камеры подобное. Вот такому видеосюжету несложному. Итак, приступим. У нас есть модель, браузер этой модели. Эта модель состоит из системы тел. У нас есть топорище, есть лезвие, есть клин, крепище, есть оплётка. Вот такие вот тела у нас в модели. Для этих тел мы задали определенные материалы поверхностей. Например, если мы посмотрим клин, выделим этот объект. Мы можем задать для любого объекта материал поверхность. Например, для того же клина можно изменить. Находим на вкладке инструменты команд материалы. И далее в библиотеках материалов, встроенных в систему T-FlexCAD. Находим вкладку покрытие. Покрытие. Металлы. Ну и например, находим там сталь покрытием. Металл, сталь. Сталь матовая. И для выделенного объекта применяем этот материал. Вот таким образом несложным можно задавать материалы поверхности тем телам, которые есть у вас в модели. Или поверхностям на этих телах отдельно. Далее, поскольку у нас задача стоит в визуализации, то желательно, чтобы наш объект не висел в воздухе, а находился на какой-то рабочей поверхности. На каком-то основании. Для этого мы создадим сначала опорную плоскость, опорную поверхность, на основе которой затем создадим объект. Поло, объект, основание. Итак, создаем с помощью команды на вкладке 3D модель плоскость. Эту плоскость мы будем образовывать по трем точкам, проходясь через три точки. Выбираем такой вариант создания плоскости. И на нашем объекте надо выбрать так три точки, чтобы этот объект визуально потом располагался на плоскости, проходящей через эти три точки. Давайте выберем аккуратно эти точки, постараемся наиболее удачным образом. Итак, первая точка на лезвии. Вторая точка также будет на лезвии у нас располагаться вот здесь примерно. Мы берем готовые точки пересечения рёдер и одну точку опорную возьмем третью точку на рукоятке, на топорище. Возьмем, например, вот эту точку третью. Применяем команду. Итак, у нас с вами сейчас скрыты все рабочие элементы в модели. Давайте их отобразим, используя переключатель в панели быстрого доступа. Итак, у нас здесь слишком много сейчас отображается элементов рабочих, которые у нас в процессе создания модели были нужны. Давайте немножко их скроем, попробуем. Итак, в браузере, во-первых, сечения. Мы применяли рабочие сечения для того, чтобы рассматривать структуру нашей модели, как объекты взаимодействуют в этой модели. Эти сечения пока нам не нужны. Поэтому мы скроем информацию о секущих плоскостях. Кроме того, скорее всего, рабочие плоскости тоже нам вряд ли понадобятся отображаемыми, за исключением, пожалуй, последней рабочей плоскости, которую мы с вами только что создали в модели. Итак, эта рабочая плоскость примерно соответствует позиции пола, позиции основания. Но, возможно, мы с вами где-то допустили небольшую ошибку, так что эта плоскость немножко может пересекать объект наш, либо лезвие, либо топорище. Поэтому имеет смысл, возможно, для контроля создать еще одну рабочую плоскость. Эта плоскость у нас будет находиться на определенном расстоянии от той, которую мы создали. Этим расстоянием мы сможем редактировать зазор между объектом нашим и основанием. Создаем умышленно эту плоскость значительно ниже от той, которую мы уже создали плоскость, и задаем смещение незначительным порядка доли миллиметра, полмиллиметра смещением. Вот такая у нас получается еще одна рабочая плоскость. Вот эти две рабочие плоскости у нас на небольшом расстоянии. Вот как раз у нас примерно, можно сказать, вторая из этих плоскостей соответствует более физически корректному касанию объекта и поверхности. В любом случае, расстояние, которое мы только что задали, можно управлять, изменяя последнюю созданную рабочую плоскость. Вот это расстояние. Доступ к этому мы получили через контекстную команду изменить. Первую рабочую плоскость можно скрыть, которую мы создали в качестве основания. Теперь, собственно, объект, который будет у нас служить этим самым основанием. Вызываем команду чертить и выбираем ту плоскость, которую мы сместили на небольшое расстояние от исходной. На этой плоскости изображаем основание. Воспользуемся окружностью, то есть основанием для нашей сцены будет окружность, дальнейшем диск. Для этой окружности зададим размер диаметра. Размер, в принципе, здесь приблизительный. У меня здесь задан порядка полутора метров. Вот такая окружность. Завершаем этот эскиз. Можно посмотреть структуру нашей модели в порядке создания элементов, так, чтобы более четко просматривалась история создания. То есть вот в брауфере у нас предыдущие этапы, которые мы уже в предыдущих видео рассмотрели. А вот наши плоскости этого занятия и профиль. Вот этот профиль мы с вами будем выдавливать. Выделяем профиль и выдавливаем его. Высота выдавливания вверх к объекту у нас будет 0. А сам объект основания мы будем выдавливать вниз, скажем так, в почву от объекта на какое-то произвольное расстояние. Порядка 80 миллиметров. Применяем команду. Команда выталкивания T-Flex требует от нас выбрать, просит от нас выбрать какие-то булевые операнды. Но никаких булевых операндов мы здесь применять не будем. Отвечаем нет. У нас, соответственно, будет независимый объект. Переключаемся на структурное представление модели. И в этом структурном представлении вот у нас тело основания. Давайте дадим ему имя. В контекстной команде параметры. Имя. Основание. Охраняем результат. Вот такое основание нашей модели. Теперь выделяем это основание и задаем ему материал поверхности. Инструменты, материалы, библиотеки. И в этих библиотеках в группе покрытий находим материал типа трава. Пусть топор лежит на траве у нас. Так. Материалы, различные варианты травы. Выбираем четвертый вариант. Применяем его к выделенной модели. Закрываем панель материалов. Сохраняем наш проект. Теперь пробуем выполнить визуализацию нашей модели. Настраиваем абсолютно приблизительно вид желаемый. Вот каким-то таким образом примерно. И там же на вкладке инструменты находим варианты визуализации. Их несколько. Которые предлагает система ReflexCAD. С помощью графической карты. С помощью процессора. Ну и специальный режим O-Ray. Мы с вами попробуем воспользоваться первым вариантом. Это вариант с помощью видеокарты. Данные варианты может каждый пользователь опробовать по своему вкусу. В моем случае видеокарта MX150. Обычная видеокарта. На которой мы сможем потестировать варианты визуализации. В том числе и анимированный. Ну а затем по вашим возможностям вы можете выбрать более подходящий для вас вариант. Итак. Вот реалистичная визуализация средствами видеокарты. Включаем визуализацию. Начинается процесс рендера. Сбора информации об освещении. Можно приостановить этот процесс. И посмотреть параметры визуализации. Итак. Параметры изображения открываем. В этих параметрах у нас соответственно можно задать размеры для визуализации. Ну например немножко уменьшить их. 600 точек на 350 сделать. Коэффициент яркости изображения можно ну например увеличить. Сделать двойку. Иначе у нас яркость условного освещения окружения дается 0. То есть никакого освещения у нас не было. Даем 2. В качестве источника освещения у нас используется специальная HDF карт. HDF текстура. Которая подключена к модели и входит в поставку T-FlexCAD. В принципе вы можете скачать свои собственные HDF. Какие-то варианты освещения. И подключить их к визуализации. Итак мы добавили с вами коэффициент яркости. Изменили с нуля на двоечку. Ну и применяем эти варианты. Качество визуализации можно поставить низкое для предварительной визуализации. И перезапустить эту генерацию. Вот мы видим процесс. При данных настойках он довольно быстрый. Мы видим что у нас визуализирована трава. Материалы объекта. Ну и какие-то варианты тени. Здесь имеются. Мы с вами будем тестировать визуализацию на примере своих собственных источников света. Так чтобы более точно почувствовать как настраивается стиль сцены в T-FlexCAD. Итак. Приостанавливаем регенерацию. И в параметрах изображения давайте ставим 0. То есть у нас никакой освещенности по сути не будет. Применяем этот вариант. И перезапускаем генерацию. То есть вот такой вариант генерации изображения без сцены, без HDR карты подключенной к изображению. Приостанавливаем генерацию и закрываем окно генерации. Сохраняем наш проект. Для подготовки фотореалистичной визуализации нам нужно решить сейчас две задачи. Во-первых нам нужно настроить точку наблюдения, ракурс, точки наблюдения на нашу модель. Ракурс взгляда. Вторую задачу которую мы должны решить это сделать так, чтобы у нас внешний вид в среде моделирования освещенности модели соответствовал рендеру. Хотя бы в приблизительном варианте, чтобы мы могли соотносить те результаты, которые у нас получатся с теми параметрами сцены, которые мы будем задавать. Итак, во-первых ракурс. В начале с помощью операции мышки примерно настраиваем позицию точки наблюдения, точку взгляда на модель. Итак, далее переходим на вкладку вид и обращаемся к команде параметры вида, параметры 3D вида. В этой команде у нас в правой части окна можно зафиксировать точку наблюдения и эту точку наблюдения затем подоружать по мере необходимости для визуализации. Итак, мы ориентируемся по окну предварительного просмотра, видим что наш объект не полностью входит соответственно в ракурс, в экран, в кадр. Можно немножко подредактировать масштаб, например, 90%. Далее можно кадр немножко подвигать, например, по горизонтали, влево-вправо и по вертикали. Немножко можно опустить точку наблюдения. Далее данный вид можно зафиксировать. Для этого в списке пользовательских видов выбираем любой, например, вид первый. При необходимости его можно переименовать и сохраняем этот вид. Сохраняем вид, нажимаем ОК. Что дает нам выполнение этой команды? Теперь, если мы вдруг при манипуляциях над нашей моделью развернем каким-то образом нашу модель, точнее точку наблюдения на нее, а затем нам необходимо будет вернуть точку взгляда в сохраненный вариант, мы опять же обратимся к меню вид параметрам 3D вида. Откроем, соответственно, список предустановленных, предсохраненных видов. У нас это вид 1. И выполним команду загрузить. В результате у нас точка наблюдения вернется на то положение, которое мы с вами установили. Далее, что касается освещенности. Переходим на параметры 3D вида, опять же. И здесь наблюдаем уже левую сторону этого окошка, этого диалога. Итак, отключаем, во-первых, видимость системы координат. Далее отключаем все подключенные текстуры карты окружения. И все источники света, которые были у нас здесь в сцене, примерные, мы все отключаем. И рассеянный свет также можно поставить в 0. Вот эти параметры, которые мы ставим, мы сохраняем. Сохраняем, опять же, вид, вид 1. И нажимаем ОК. В результате у нас наша сцена имеет вот такой вот затемненный вид. Ракурс, если мы с вами вдруг изменили, можно опять же вернуться к параметрам вида и загрузить тот вид, который у нас был сохранен. Теперь добавим в эту сцену источники света. То есть сейчас у нас сцена настроена так, как она будет визуализироваться с помощью рендера, например, видеокарты. Сейчас добавим в эту сцену источник света. Итак, на вкладке вид выбираем источник света. У нас возникает система координат позиции этого источника света. И давайте переместим этот источник света. Изначально он в точке 0 стоит. Находим манипулятором направление Z и осторожно сбегаем этот источник света. Мы видим, что у нас уже сейчас торец лезвия с клином и торец топорища стали лучше освещены. Можно приподнять источник света. Помню о том, что мы сохранили точку наблюдения. Можно, соответственно, изменять ракурс уже при моделировании, при расположении источников света в нашей модели. То есть мы немножко приподнимаем наш источник. Можно управлять яркостью создаваемого источника. Например, можно его немножко пригасить, сделать 0.6 или еще меньше. Например, 0.3 сделать. Применяем этот вариант. То есть у нас небольшой источник света создан. Итак, после того, как мы добавили источник света, у нас в модели, в браузере модели, среди источников света появился тот источник, который мы только что создали. Его можно будет при необходимости редактировать с помощью контекстной команды. Теперь давайте попробуем вернуть точку наблюдения в сохраненное состояние. Вид 1. Применяем этот вид. Переходим к инструментам. Фотореализм. Визуализация. Приостанавливаем генерацию. И в параметрах можем установить, например, опять же, небольшой размер изображения относительно. Освещенность у нас 0 установлена. Качество устанавливаем низкое. И перезапускаем генерацию. В результате генерации у нас объект немножко освещен в области топорища, в области лезвия. Но освещения недостаточно. Поэтому давайте сейчас приостановим этот процесс визуализации и добавим еще несколько источников света в нашу модель. Переходим на вкладку вид. Возвращаемся в модель нашу. И выбираем создание еще дополнительных источников света. Итак, мы расставим источники света вокруг нашей модели так, чтобы она была более-менее равномерно освещена. Итак, первый источник света, точнее второй у нас. Добавляем его в сцену. Немножко приподнимаем его над сценой. И задаем яркость этого источника. Порядка 0,5. Можно задавать повороты. Но в данном случае, поскольку источники у нас точечные, влияние это оказывать на освещение не будет. Далее. Следующий источник света. Перемещаем его так, чтобы он освещал примерно торец топорища. Освещенность этого источника ставим на 0,3 примерно. То есть, небольшая освещенность у нас будет. Уточняем позицию. И создаем этот источник. И, наконец, основной фронтальный источник света. Четвертый. Мы создадим еще один нашей модели в сцене. У этого источника будет высокая интенсивность. Относительно ставим 0,6. И завершаем моделирование источников света. Итак, у нас есть в модели 4 источника света. Освещающих модель примерно со всех сторон. Более-менее равномерно. Сохраняем нашу модель. И переходим к инструментам. Проверяем фотореалистическую визуализацию. Приостанавливаем ее. Нам нужно вернуть ракурс. Параметры вида. В параметрах вида загружаем вид, сохраненный нами. И визуализируем модель. В параметрах изображения, опять же, немножко уменьшаем размер кадра. Качество ставим низкое. Перезапускаем визуализацию. Процесс визуализации идет. У нас начинают проявляться более-менее равномерные тени вокруг объекта. То есть он у нас сейчас с четырех сторон более-менее равномерно освещен. Это нас устраивает. Итак, закрываем окно визуализации. Сохраняем наш проект. А теперь нам нужно будет немножко поговорить о динамической визуализации, о создании видеоролика. Тот видеоролик, который мы с вами попытаемся создать, будет представлять собой облет камеры объекта. Вот такой примерно облет. Данный вариант анимации реализуется, в принципе, по вот такой вот схеме. У нас есть плоскость пола или плоскость основания. На этом основании у нас находится наш объект, топор. Над полом, над основанием, над нашим объектом парит камера. Парит камера. То есть по факту это точка наблюдения. Причем сама камера движется по какой-то траектории над объектом. А точка цели, точка направления взгляда из камеры, она также перемещается синхронно с перемещением самой камеры. И эта точка цели перемещается по плоскости пола, по плоскости основания, на котором находится объект. За счет этого у нас получается движение камеры вдоль объекта. Для того, чтобы зафиксировать положение камеры относительно оси наблюдения основной, основного направления камеры, в данном случае это вот эта красная стрелочка на нашей схеме, нам нужно систему координат камеры зафиксировать относительно этого направления. То есть нам нужно еще одну из осей системы координат камеры как-то привязать к нашей сцене, пространству модели. То есть если мы с вами зафиксируем здесь только направление точки взгляда от позиции камеры к цели, то у нас камера сможет вращаться относительно этого направления, что не даст нам зафиксировать, собственно, кадр, который мы с вами будем рендерить, визуализировать. Итак, в качестве второй оси, которую мы будем фиксировать, можно выбрать либо условную ось Y, либо ось Z, камеры системы координат камеры. Мы с вами будем фиксировать условно ось Y. И вот эту вот ось Y мы будем фиксировать с вами на пересечении двух плоскостей. Одна из плоскостей будет плоскость, проходящая через точку камеры и расположенная параллельно полу, всегда параллельно полу модель. То есть когда наша камера будет перемещаться по своей траектории, плоскость, проходящая через точку камеры, будет всегда параллельно основанию. А вторая плоскость у нас будет проходить опять же через точку камеры перпендикулярно направлению взгляда камеры на цель, на траекторию, которая описывается по основанию. На пересечении этих двух плоскостей мы будем располагать вторую ось системы координат камеры. Таким образом у нас камера всегда будет стабилизирована параллельно полу. Если мы с вами еще раз посмотрим видео, мы видим, что сама камера движется, но ее горизонтальная ось как бы всегда параллельно полу. Вот такой мы эффект собираемся достичь. Такой эффект. Итак, а теперь приступим к реализации данного плана. Начнем мы с вами процесс настройки визуализации для анимации камеры с построения траектории на основании, на полу нашей сцены. Итак, открываем вкладку 3D модель и вызываем команду чертить. Чертить на плоскости пола, на плоскости основания. Итак, на этой плоскости наша задача создать контур, по которому будет двигаться точка взгляда камеры. Эту траекторию мы с вами создадим с помощью сплайна. Это будет закрытый сплайн. Открываем команду закрытый сплайн и формируем этот сплайн. Мы его будем формировать примерно по контуру нашего топора, который лежит на основании. Слишком много точек задавать не будем. Итак, задаем точки. У нас автоматически формируется замкнутый сплайн. Затем указываем эти точки. При необходимости их можно будет затем подредактировать их позицию, количество. Но большой точности в данном процессе не требуется. Завершаем создание сплайна по точкам. То есть, в принципе, если вы зашли в сплайн, то можно будет добавить еще, например, точки какие-то. Затем подвигать эти точки по необходимости. Довернуть позицию нормалей по этим точкам. Настроить их в позицию. Итак, готов сплайн. Завершаем создание его. Для того, чтобы нам лучше видеть построение нашей модели, давайте сейчас попробуем немножко настроить стиль визуализации. С тоновой закраской сделаем. И, пожалуй, наверное, может быть даже реберное изображение нашей модели включим. Так, чтобы нам лучше было анализировать построение наше. Итак, теперь давайте займемся... У нас готова, собственно, траектория точки наблюдения. Точнее, цели. Вот этот профиль у нас имеется. А теперь давайте займемся точкой позиции самой камеры. И траектории, по которой камера будет перемещаться. Для этого мы с вами предварительно создадим систему 3D-узлов. Эти 3D-узлы мы будем располагать с вами на поверхности изначально. Эта поверхность у нас будет поверхность пола. Пока что это расположение этих точек будет на плоскости. Но в дальнейшем мы с вами изменим эту позицию так, что траектория будет объемной. Итак, установим точку направления взгляда параллельно экрану. Так, чтобы располагалась поверхность наша. А теперь устанавливаем позицию узлов. Итак, первый узел на поверхности. Ставим его приблизительно, приблизительно так, чтобы он находился на каком-то расстоянии от нашей модели. Ну, скажем, примерно вот таким образом. Итак, создаем первый узел. Следующий узел также на поверхности. Позиционируем его. Также на каком-то расстоянии от модели. То есть наша задача сейчас подготовить схему узлов. Выбираем поверхность и позиционируем на ней узлы. Узлы точки. Шаг достаточно большой. Принимаем слишком много точек, мы не будем создавать. То, что у нас плоскость повернута параллельно экрану, помогает нам позиционировать узлы. По сути, в двухмерном пространстве. Мы сразу же берем манипулятор. Прямоугольник. Вот этот квадрат. И с помощью него позиционируем точки. Выбираем плоскость, на которую будет ставиться узел. И ставим позицию этого угла. Следующий узел. И еще один. В районе лезвия. Уточняющий узел. Итак, узлы у нас готовы. Теперь, соответственно, по этим узлам мы можем провести также путь. 3D путь. Выбираем команду 3D путь. Единственное, что здесь нужно учесть. Мы выбираем вариант создания пути по точкам. Путь также будет у нас замкнутым. Так вот, учесть надо будет тот момент, что у нас исходный путь формировался против часовой стрелки. Желательно формировать путь. Второй путь для самой точки камеры. Также против часовой стрелки. Итак, указываем узлы, созданные нами. И у нас автоматически образуется замкнутый контур, проходящий через эти узлы. Вот такая вот габаритная фигура по топору нашему. Вот такая примерно у нас будет траектория камеры. Применяем этот вариант пути. Завершаем команду. Вот такой путь, который в данной ситуации лежит у нас на плоскости основания. Но нас этот вариант, естественно, не устраивает. Нам нужно приподнять путь для точки камеры над плоскостью пола. Для этого мы выделяем все узлы, которые у нас образуют путь камеры. И применяем команду преобразования для всех этих точек. Приподнимаем все эти точки над основанием на какую-то высоту. Применяем этот вариант преобразования. Затем можно некоторые точки выделить на пути, некоторые узлы. Для них выполнить отдельное преобразование. То есть путь немного изменить. Так, чтобы он у нас изгибался в пространстве. Какие-то точки можно поднять, какие-то опустить. Вот такая у нас траектория будет пространственная. Теперь нам нужно создать точку положения камеры на верхней траектории. Для этих целей мы применяем команду 3D-узел. Этот 3D-узел мы будем ставить на пути. Выбираем этот вариант. И выбираем путь, то есть верхнюю траекторию. На этой траектории позиция узла, это же будет и позиция камеры, будет определяться по относительному смещению. Относительное смещение мы задаем параметрически. То есть эта величина будет изменяться параметрически от нуля позиции, от нуля до единицы. Будет означать долю от общей длины кривой траектории. И эта доля будет определять позицию точки наблюдения, или узла в данной ситуации пока еще. Итак, давайте поставим узел в точку 0. Применяем 0 и задаем узел. Завершаем команду. Итак, узел положения камеры у нас, это узел 12 получается. Вот его позиция этого узла. Этот узел у нас будет перемещаться по траектории. Для того, чтобы задать перемещение узла по траектории, нужно определить для его позиции параметр. Поэтому открываем этот узел на изменение. И его параметр относительной позиции давайте зададим переменной. Переменную определим каким-то именем. Ну, например, без place. Совершаем команду и вновь созданной переменной нужно задать какое-то значение. По умолчанию оно равно исходному нулю. Применяем этот вариант. Теперь в окошке переменных у нас есть переменная displace. И параметр 0 определяет позицию узла, в котором будет располагаться камера. То есть, если мы сейчас с вами изменим эту величину, например, зададим равный 0,1, например. Обновим нашу модель. Выполним полное обновление модели. Мы можем посмотреть с вами, куда переместился наш узел. Вот его новая позиция. От исходной. То есть, вот данный участок примерно соответствует 1,1 от общей длины траектории. Возвращаем позицию на 0. То есть, displaced у нас будет 0 равен. Обновляем модель. Узел у нас возвращается в исходную позицию. А теперь мы можем попробовать посмотреть, как этот узел будет перемещаться по траектории. Переключаемся на вкладочку инструменты. Команда анимация. И здесь выбираем анимированный параметр. Параметр для анимации. У нас это параметр будет displace. У нас в нашей модели еще есть несколько параметров, которые мы использовали при моделировании топора. Но моделировать мы будем параметр displace. Он у нас будет изменяться от 0 до 1. С определенным шагом. То есть, это будет доля единицы. Давайте зададим одну тысячную. На одну тысячную будет изменяться этот параметр от 0 до 1. Теперь давайте, не добавляя никаких параметров, посмотрим анимацию этого параметра. И одновременно будем следить за положением узла камеры. Применяем эту настойку. Включаем анимацию. И видим, соответственно, что точка у нас при изменении параметра displace начинает перемещаться по той траектории, которую мы определили. Останавливаем анимацию. Идея ее понятна. И возвращаемся к редактированию. Для нашей задачи необходимо также задать позицию точки цели, направление взгляда камеры. Эта точка у нас будет формироваться на нижней траектории, которая у нас находится на, соответственно, основании. Команду для создания узла мы применяем аналогичную, то есть это будет 3D-узел. Этот 3D-узел мы формируем по пути, точно так же. Выбираем путь, то есть это нижняя траектория. Смещение мы также устанавливаем относительное, параметрическое, то есть долю его. Давайте попробуем установить его равным 0, этот параметр. Итак, если мы ставим этот параметр 0, применяем команду, завершаем команду для создания узла, у нас появляется еще один узел, узел 13. Соответственно, мы видим, что этот узел смещен относительно узла позиции камеры, то есть вот у нас узел позиции камеры, а вот соответствующий ему узел точки наблюдения. То есть если у нас будет ситуация таким образом, то камера будет смотреть под каким-то изначально углом на модель и при перемещении камеры и, соответственно, при перемещении точки наблюдения цели у нас всегда будет вот такое своеобразное опережение. Если вас опережение не будет устраивать, то можно установить так, чтобы точка камеры и точка наблюдения располагались как бы одна под другой на соответствующих участках модели. Сделать это можно следующим образом. Таким образом, открываем, соответственно, узел наш, точки наблюдения, точки цели и устанавливаем его позицию так, в ту позицию, в которую нам желательно, чтобы эта позиция соответствовала точке камеры. Ну, например, каким-то вот таким образом, там, где у нас нижняя точка лезвия, топора, примерно, вот соответствует точке камеры, у нас точка цели. Вот примерно вот такая позиция. Смотрим эту позицию. Позиция это равна 0,9 примерно. Соответственно, значит, позиция точки наблюдения будет иметь, точки цели будет иметь смещение, равное этой самой величине 0,9 относительно смещения самой камеры. Поэтому запись будет выглядеть следующим образом для позиции точки наблюдения. Это переменная Displace, которую мы можем взять из меню модели, поскольку у нас эта переменная есть. И к этой величине мы добавим постоянную величину, постоянный Displace, равный 0,9. То есть у нас всегда, как бы, камера будет немножко соответствовать, немножко будет опережать точку взгляда. А чтобы это смещение компенсировать, мы даем вот этот вот сдвиг, вот эту дельту, равный 0,9. Применяем эту команду. Наблюдаем теперь точка, соответственно, камеры и позиция цели. То есть вот теперь они у нас с учетом смещения 0,9 практически одна под другой находятся. Соответственно, если у нас будет перемещаться камера, то все точки цели будут пытаться находиться вблизи точки камеры, позиции камеры. В этой ситуации у нас есть небольшая сложность. Как мы уже говорили, у нас Displace, то есть смещение по траектории измеряется от 0 до 1. То есть переменная сама Displace у нас может от 0 до 1 изменяться. А смещение точки цели у нас имеет сдвижку еще и 0,9. Соответственно, тут получается у нас возможное значение большей единицы. Но больше единицы относительно длины у нас траектории не может быть. В данном случае основания. Траектория основания. Поэтому здесь нам нужно предусмотреть условия, когда Displace, когда у нас смещение точки цели превысит единицу. Итак, если, значит, Displace больше 0,1, то мы вычисляем как Displace минус 0,1, а в обратном случае по нашей формуле. То есть, когда мы с вами создаем новую переменную, автоматически система предлагает ее обнаружить. Итак, теперь у нас есть два узла. Соответственно, камеры и точки цели. Теперь давайте попробуем выполнить анимацию. с тем же шагом 1,000. И вот мы видим, что у нас точка камеры и точка цели движутся более-менее синхронно. Каждая по своей траектории. Огибаем нашу модель. Останавливаем анимацию. Теперь нам с вами нужно создать направление цели. Направление цели камеры. Мы с вами выбрали два узла. Вот эти два узла соответствуют позиции камеры и позиции точки наблюдения. Теперь мы соединяем их при помощи пути. Итак, данные узлы выбраны. Завершаем команду. Итак, у нас создан путь, который зафиксирован двумя точками. Итак, у нас готово направление камеры, основное направление камеры. И теперь нам нужно позиционировать направление второй оси системы координат камеры. Для этих целей мы, во-первых, создаем плоскость, проходящую через точку камеры и параллельную плоскости основания. И, во-вторых, нам надо будет создать еще одну плоскость, которая будет проходить через точку камеры, перпендикулярно взгляду камеры. Итак, выбираем, соответственно, команду для создания плоскости, перпендикулярно пути, выбираем путь, это направление взгляда, и позицию выбираем в том узле, где будет находиться камера. Это у нас узел 12. Вот такая у нас будет примерно плоскость, перпендикулярная пути. Применяем эту команду. Еще одну плоскость нам надо будет создать, параллельную основанию. Вызываем, выбираем основание, выбираем вариант создания параллельной плоскости. И опять же через точку наблюдения. То есть вот такая у нас будет плоскость, параллельная основанию, проходящая через точку камеры. Завершаем создание этого объекта. То есть вот такие у нас две плоскости. На пересечении этих двух плоскостей, параллельной основанию и перпендикулярной направлению взгляда, мы создадим направление для второй оси системы координат камеры. Итак, выбираем команду путь. Этот путь мы будем создавать на пересечении, на пересечении двух объектов, двух элементов. Соответственно, это будет плоскость, параллельная основанию и плоскость, перпендикулярная направлению взгляда. На их пересечении строится вспомогательный путь. Расширим плоскость, параллельную основанию, так, чтобы у нас гарантированно всегда находился путь пересечения этих двух объектов, этих двух плоскостей. Итак, теперь у нас готово все к формированию камеры. Камера у нас создается в PFXCAD по системе координат, по локальной системе координат. Поэтому давайте сейчас создадим вначале локальную систему координат для позиционирования камеры. Итак, выбираем команду создания LSCAD локальной системы координат. Начало координат мы устанавливаем в точку позиции камеры. Это узел 12. Направление оси X у нас будет по направлению точки, которая находится у нас в узел точка, который находится на нижней траектории. Наводим мышку, дожидаемся в меню выбора объектов. У нас это узел 13, то есть по этому направлению у нас ось X камеры будет. И направление Y, вторая ось системы координат у нас по пересечению, по пути пересечения двух плоскостей. Мы выбрали это направление и применяем команду. У нас создается новая система координат, локальная система координат. Она же у нас будет в браузере модели доступна. Это в операциях у нас будет геометрические элементы, проекции, построения. Вот схемы координат, новая нами сотная схема. Итак, теперь давайте попробуем выполнить анимацию, инструменты, анимация. Выполняем анимирование и наблюдаем, что у нас система координат для будущей камеры перемещается по пути и точка наблюдения, точка цели перемещается по нижней траектории на основании нашей модели. Ну и соответственно мы видим также перемещение вспомогательных наших плоскостей, по которым направление локальной системы координат задается. Итак, а теперь собственно создаем камеру по направлению оси и локальной системы координат. Меню вид, выбираем создание камеры. Создание камеры. В правом верхнем углу в рабочем поле у нас текущее направление взгляда камеры, но в данном случае оно не совсем верное будет. Соответственно выбираем систему координат для позиционирования камеры. Вот таким образом. Вот камера у нас. Направление взгляда вдоль оси Х ЛСК. А направление ИК соответствует сейчас у нас вертикальной оси камеры. То есть она у нас сейчас повернута относительно объекта. Нам желательно сейчас повернуть камеру на 90 градусов относительно оси Y. То есть вокруг оси Х на 90 градусов камеру повернуть. Вот так примерно. Вот такое преобразование добавить. И вот такой ракурс камеры у нас в начальной точке будет. То есть если мы сейчас с вами применим тонированное изображение. Вот примерно вот такое наблюдение мы будем из камеры в начальный момент времени видеть. Применяем настройки камеры. Завершаем ее создание. Вот у нас есть камера. Теперь эту камеру мы можем анимировать. Переходим на вкладку инструменты. Анимация. Предварительно можно скрыть все вспомогательные элементы геометрии. Переходим на анимацию. Анимация у нас будет с тем же шагом 1 тысячная. Только теперь мы будем создавать мультимедийный файл. Правда без фотореализма мы попробуем для начала. Будем использовать камеру. Точка наблюдения у нас будет соответственно той камере, которую мы создали. Имя файла зададим для анимации. Зададим какое-то имя в папке. Допустим там где у нас проект находится. Тип файла у нас будет vmv. Windows Media. Количество кадров в секунду 30. Качество выбираем стандартное. Количество точек по ширине и высоте можно немножко уменьшить. Поставить 600 например на 350. Посмотреть еще раз все настройки. Ну и применяем. Команду. Итак, у нас пошел процесс создания записи видео. Мы видим у нас изменение параметра displays. Общее количество кадров. Порядка тысячи у нас кадров получается. Текущий кадр, который сейчас обсчитывается. Время до завершения записи. В фоне мы видим, как движется у нас точка камеры относительно объекта. Ну и направление взгляда скользит вдоль, скажем так, нижней кромки объекта, контура объекта. Данный тип визуализации не фотореалистичный, точнее далек от него, поэтому время здесь достаточно небольшое для подготовки такого видео. Дождемся его завершения. Спасибо. 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 И так, процесс рендера завершается. Видео готово. Итак, в нашей папке с проектом у нас появляется видео. Можно просмотреть его. Вот такое видео у нас получается. Это видео не фотореалистичное, но для предварительного контроля вполне годится. Можно было бы добавить освещение немного. Кроме того, вот с этого ракурса мы видим, у нас возникает горизонт. То есть, наверное, имело смысл для того, чтобы у нас горизонт не появлялся, поднять траекторию камеры. То есть, позицию самой камеры над моделью, вот в этой области торца топовища. Теперь, что касается фотореалистичной визуализации. Здесь все, конечно, определяется аппаратными возможностями вашего компьютера. Можно попробовать этот процесс выполнить на скромных характеристиках, неких тестовых шаг. Сделать побольше, уже одну сотую, например. Фотореализм поставить по видеокарте. Качество картинки формировать по количеству итераций трассировщика. Небольшое количество, порядка 30 итераций на один кадр. Сделать точку наблюдения, опять же, камеру поставить. И сохранение в видеофайл предусмотреть. Изменяем имя, даем еще одно имя, еще одному видеофайлу. Кадров в секунду мы устанавливаем 30. Скорость воспроизведения будет видео. Качество стандартное. И размер картинки ввиду фотореалистичности. Здесь, опять же, поставим небольшое разрешение. 200 на 130. Примерно вот такой небольшой кадр у нас будет. Все настройки мы сделали. И включаем визуализацию. Рендер. 100 кадров. Но ввиду того, что каждый кадр у нас 30 раз 30 итераций для обсчета требует. Мы видим, что время порядка, вот здесь, при таких скромных характеристиках, у нас целых 5 минут требуется. Но, опять же, это зависит от возможностей вашего компьютера еще. Ну и настройка рендера, конечно же. Шага, количество итераций. В первую очередь. Как дожидаемся завершения. Рендер можно периодически ставить на паузу, в принципе. Для выполнения каких-то других задач. Продолжаем записывать видео. Наблюдаем количество оставшихся кадров, время. Ну и предварительный просмотр формируемых кадров. Видео завершено. Посмотрим результат. Вот такое видео. Скорость, как вы видите, достаточно большая. Ввиду того, что шаг мы изменили. Варьирование параметра от 0,001 до 0,01. Вот такая анимация. В завершении следует сказать, что все видеоматериалы, ссылки на процесс создания самой модели, а также файлы проектов TflexCAD находятся под данным видео. Спасибо за внимание. Работайте в САПР.